При освобождении заложников Норд-Оста по официальным данным погибло 130 человек, а по неофициальным 174. То есть куда-то подевалось, а может и не подевалось 47 человек. Вот скажите, вам хотелось бы узнать их судьбу? Ведь за этой разницей цифр возможны 47 жен или мужей, 94 или около того родителей и куча детей, которые остались сиротами. Знаете, мне казалось, что это дело чести государства, сделать публичное расследование, где должна была быть поставлена точка в конце каждого нюанса этой трагедии. Но есть лишь вялое расследование, не отвечающее ни на один существенный вопрос. В том числе и на главный, каким газом усыпляли людей и погибли кто-то из-за этого газа. И вообще, правильно ли было организовано спасение заложников? Известно, что даже представитель прокуратуры заявил о связи, спасательной операции и гибели 125 человек. Казалось бы, прокуратура должна поставить тут точку, но нет, никто не шевелится. И вполне понятно почему. В Кремле все тот же человек, что был тогда у власти, который, возможно, руководил операцией, а может и не руководил. Ответ опять же, должно дать следствие, но его нет. А тут президентские выборы на носу. Но казалось бы, в стране есть люди, родители и члены семей погибших, есть парламент и совет федерации. Должно же быть кому-то интересно, как государство спасало людей, какие отдавались приказы, как эти приказы выполнялись. Тут вы ждете, что я скажу никому не интересно, но это будет неправдой. Интересно многим, но все боятся спасить, потому что это касается Путина. А все, что касается Путина, трогать нельзя. Потому что потом вы лишитесь должности, либо не будете переизбранными. А еще тебя могут отравить, либо убить. Не подумайте, что я демонизирую Путина, что считаю его всесильным. Или каким-то доктором зло. Он-то, конечно, им является, но совершает только крохотную часть необдуманных глупостей. Остальное зло совершают овощи великой страны России. Это они боятся спросить, это они боятся потерять, это они делают вид, что им не интересно. А тем, у кого есть интерес, то он особый, как бы побыстрее принести царю голову врага на блюде. Остальные овощи как-то устроились и не хотят потрясений. Лучше синиться в руке. Подобный подход, конечно, имеет свои издержки. Овощи теряют вишки и корешки. В одной семье сын гибнет на Донбассе, а в другой в Сирии. Сейчас Ливия намечается. Казалось бы, спроси, зачем это все нужно? Почему мое дитя должно сложить там голову? Никто не спрашивает. Может, боятся? Может, не хотят? Но все это называется одним словом – все равно. Жаль только погибших и неотомщенных. Но овощи не способны на месть. Они лишь способны быть сваренными в кастрюле очередных мутных президентских выборов. Матвей Гонопольский Субтитры создавал DimaTorzok